Всем привет! Я сегодня к вам пришла с новыми ароматами от Инфес. Да, какие-то я, значит, заказывала повторно, какие-то в первый раз. Ну, здесь два аромата, которые я заказывала повторно. Что по поводу Уса? Компания Уса. Итак, эта компания представлена на сайте Уса Шоп. Это турецкая парфюмерия. Именно парфюмерия Уса, она является аналогом, как видите. Этот, кстати, аромат я повторила. Видите, Уса. Ну, понятно, на что похоже на Амур Амур от Кошарель. Да, этот флакончик я не вскрывала, девчонки. Кстати, они под номерами, это номер 90. Но в целом там и так все понятно, и на сайте все видно. В общем-то, аналог на какой аромат. Амур Амур Кошарель. Парфюмерия представлена вот в таких флакончиках в 25 мл. Единственное, что вот здесь у них наклеечка. Ну, какой аромат нарисован здесь так и здесь будет так, да, на коробочке. Парфюмерия очень качественная, с маслами, очень стойкая, довольно шлейфовая, не вызывает аллергию. То есть, прям вот с дерматологической точки зрения все шикарно. Громкие ароматы. Я вчера носила как раз-таки вот этот парфюм, и я вам скажу, что он достаточно громкий, прям потрясающий. Итак, мои дорогие, ну что, давайте, ну значит, все ссылочки на сайт, все я внизу в описании под видеороликом оставлю. Что касаемо парфюмерии. Вчера. Вчера я выгуливала инфес, бомшил, да, аналог на бомшил. Тридцать, какой тридцать, семьдесят третий номер, как видите. Двадцать пять миллилитров. Обливалась просто целый день. Хотя это стойкая парфюмерия, но я, честно говоря, наносила, ну, раз за четыре, наверное, за день. Я вот прям два-три часа хожу и еще наношу, хотя я слышу аромат. Я в комнату заходила, я слышала здесь просто, знаете, вся комната в этом аромате, но я его и наносила, и наносила, и наносила. Обожаю. Кто меня давно смотрит, те знают, что я в целом люблю Victoria's Secret бомшил. И мне кажется, во всех вариантах этот аромат у меня есть, кроме оригинала. Оригинал у меня был в ручке десяти миллилитров, десятипроцентный. Ручка десяти миллилитров, ну, тревел, да, такой вариант. Я ее подарила. В телеграм-канале моем сегодня я отвечала на вопрос стойкость у оригинала. Девочки, сорок минут. Десять тысяч рублей стоит полноценный оригинальный флакон со стойкостью сорок минут. Я бы могла здесь... Мне ее подарили, эту ручку оригинальную. Я бы могла ее израсходовать. Но знаете что? У меня портилось настроение, когда аромат держится на мне сорок минут. Я, мягко говоря, злюсь и расстраиваюсь. И, то есть, я ее прям даже подарила. Ну, потому что я не понимаю вообще, за что люди платят. Ну, девчонки, вот, кстати, на УСА, на сайте, да, вот УСА-шоп, где представлена УСА-парфюмерия такая люксовая, которая представлена, кстати, и в Литуаль в том числе. Инфес. У них еще есть вот такие вот боди-мисты. Вот этот боди-мист держится полтора-два часа. Оригинальный парфюм Бомшелл держится сорок минут. Это что за новости, простите? Вот. У меня спрашивали схожесть. Это максимально похоже на оригинал. Но, опять же, знаете, у меня сейчас нет оригинала. По моим впечатлениям, там все-таки фруктовая составляющая была ярче, чуть слаще. Все аналоги, они как будто бы ставку делают на цитрусы. Здесь тоже больше я слышу цитрусов, но здесь достаточное количество и фруктовых нот. Здесь просто фруктовая корзина. Цитрусово-древесный такой вот, да даже где-то мускусный, наверное, такой свежий. В итоге такой цитрусово-свежедревесный такой шлейф, освежающий. Но, по моим воспоминаниям, аналог был слаще и фруктове. Но, опять же, это было очень давно, и, возможно, я себе напридумывала, понимаете? Но эта версия мне очень сильно нравится. Я, возможно, даже, напишите, снимать или нет, сниму все версии, которые у меня есть, аналоги на Бомшел. И мы обсудим, какая, ну, чем они друг от друга отличаются. И по моим воспоминаниям, да, какая больше похожа на оригинал. Но вот эта очень похожа. Мне кажется, даже больше всего она похожа. Вот. Прекрасный аромат. Я его оставляю себе. Однозначно. Люблю, обожаю. Мне, мне кажется, еще, знаете, мне не хватает только в какой-нибудь турецкой парфюмерии, типа латафы, что-нибудь похожее купить. А так уже везде и всюду у меня есть этот Бомшел. Очень люблю. Очень. Ярко, сочно, игриво, фруктово, цитрусово, немножечко освежающе. Мужчины очень классно реагируют на этот аромат. Очень-очень люблю. Аромат, который ранее я вам показывала, инфес под номером 90, Амор Амор Шарель. У меня есть оригинал. Девочки, я этот пока что не буду распаковывать. Предыдущий я разыграла у себя на Бустиканале. И что-то я точно разыграю. Вот. Поэтому я пока что не буду распаковывать этот парфюм. И, значит, у меня есть Амор Аморчик оригинальный. Девочки, у меня есть от Левант. Даже где-то здесь, по-моему. Да. В общем, изначально, как я с ним познакомилась. Я его тестировала когда-то давно. Когда сколько мне было там лет? 18-17. Мне кажется, когда-то тогда был супер популярным. Если ничего не путаю. И я больше к нему не подходила. Я помню, что сладкий аромат был. А какой он был? Я вообще ничего не помнила. Ну и мне казалось, что это такое что-то с тех времен. Такое уже немножечко старинное. Не актуально. И тут, значит, мне подписчица присылала много от Левантиков. Спасибо тебе, моя дорогая. И я влюбилась в этот парфюм. Я его даже не израсходовала. Я сразу потелепала за флакончиком. Ну, девчонки, он сладкий, но он не приторно-сладкий. Он очень красивый. Он конфетный. Он нежный. Он и молодой в том числе. То есть, ну вот прям такая конфетка. Очень вкусненький. В нем есть... Я отсюда не слышала эту нотку. Какая-то такая, знаете, терпкость, что ли. Вот какая-то такая вот нотка такая есть. Мне кажется, когда ты делаешь аналог какой-то, вот сложно... Можно воспроизвести плюс-минус аромат, а вот какие-то аккорды точечные, да? Мне кажется, что сложно их произвести. Девочки, здесь вплоть до аккорда похоже. Я его не носила на себе. Я его распылила, чтобы также видео вам рассказать. Но я его разыграла. Поэтому про стойкость, про шлейф я не знаю. Но в целом я как бы за всю парфюмерию говорю, что это очень-очень стойкость. Приличная стойкость, по крайней мере. Ну, там ни час, ни два. Вот. Поэтому я в этот раз еще раз заказала. И я буду думать. То есть, это такой классный аромат. Вот сейчас на сентябрь вот так вот будет. И смотрите, у меня и 50 миллилитров. И здесь там миллилитр три, да, наверное. И вот этот, возможно, даже оставлю. И этого аромата для меня немного. Он прям такой вкусненький, хорошенький. Он даже моему супругу нравится. А он мне любит сладкие ароматы. И, кстати, этот парфюм, который я разыграла на Бусте, потом, значит, мне подписчица моя отписалась. И она сказала, что она тоже пропустила его в свое время. И она говорит, что она тоже знала, что он сладкий. Но она была удивлена, что он не настолько сладкий, как она себе представляла. То есть, да, он сладкий, но он и древесный. И вот эта терпкость, мне кажется, какая-то такая зеленца в нем такая терпкая есть. И он... Но он не приторно сладкий. Он вкусный. Он довольно конфетный, вкусный, потрясающий аромат. Так что я его вернула в свою коллекцию. Но я подумаю, я подумаю, разыграть его или нет. Подумаю. Так, еще, девочки, которые я вернула в свою коллекцию, это Chanel Chance O'Tender. Я его тоже разыграла. Он у меня уже был. Но я решила его себе все-таки вернуть. Chanel дико дорого стоит. Это, кстати, 72-й номер. Chanel дико дорого стоит. И, честно говоря, O'Tender версию я не считаю какой-то эксклюзивной. Чем-то супер таким красивым, незаменимым. Да, айвовая вот эта вот нотка, она здесь также есть. Это такой розовый, чуть прохладный такой женственный девичий аромат. И вот эта вот нотка терпкая такая, айва, она здесь также присутствует. Возможно, чуть-чуть поменьше. То есть, я его тоже тестировала. На капельку поменьше. Кстати, я помню те времена, когда вышел Chanel Chance O'Tender. Я пошла его тестировать в L'Etoile. И этот аромат меня тогда задушил. Представляете, сейчас-то понятно. Мой нос натренирован. Очень сложно мне чем-то удивить и задушить. Но тогда, я думаю, что вот эта бы версия мне больше понравилась, чем даже сам оригинал. В целом, это где-то 95% схожести где-то так. И как просто легкую цветочную, цветочно-фруктовую композицию, знаете, покупать Chanel за вот столько денег, я думаю, что вот этот аромат останется у меня. Мне кажется, я его даже разыгрывать не буду. Я его прямо разыграла, но решила вернуть. Я его прямо у себя оставлю. Это хорошая версия. Дальше, девочки. Я этим ароматом пользовалась. То есть, если этим я пользовалась вчера, то по... Ну, в общем, два дня, если отмотать туда, то я пользовалась Infes Blooming Bouquet. Это Диор, да? Blooming Bouquet, это же Диор у нас. Это, наверное, Miss Dior, версия Blooming Bouquet. Вот. Тоже нещадно. Два дня, по три раза в день. Обливалась, поливалась. Я не тестировала сам аромат. Miss Dior Blooming Bouquet, да. Но я его тут уже прямо и отпила. Больше всех получается. Что по аромату? Это свежий аромат. Пионовый аромат. Он даже немножечко... Ну, полупрозрачную мыльность имеет. Цветы прохладные. Даже такие немножечко холодные, я бы сказала. Сам аромат ледяным я не могу назвать. Ну, вот эта свежесть, охлаждающая такая свежесть в нём имеется. Я не скажу, что я слышу ярко какие-то фруктовые отголоски. Но, скорее всего, они есть. Но они такие вот именно прозрачные такие фрукты. В общем, не тяжёлая база. Такой классный базовый дневной летний аромат. Мне он очень понравился. Ну, то есть, я бы могла им воспользоваться, просто распылить на себя, протестировать и в случае чего разыграть. Но я решила его ставить. Хотя он простой, освежающий, молодой, женственный, чистый, красивый аромат. Цветочный. В целом он цветочный. Я носила его два дня. Никакой тяжёлой базы, типа почули. Ничего такого я в нём не заметила. И мне нравится, как он на мне сидит, освежает. Вот как-то такой вот приятный, опрятный, цветочный, прохладный. Он слегка мыльный, слегка, просто 0,001% мыльности есть. Вот эта свежесть такая. Ну, это пиончик, я думаю, так. Что-то, какая-то и холодинка есть, и что-то вот, ну, это считывается как полупатон, опять же, что-то вкусное. То есть, там есть какие-то фрукты, однозначно. Но они не выпирают, они не идут на первый план. Их вообще даже, я скажу, довольно сложно разглядеть. Они такие вот прям сильно полупрозрачные. Но аромат очень-очень мне понравился. Оставила себе, буду с удовольствием носить. И ещё, девочки, как новинку. Но это, по-моему, тоже новинка. Я раньше не видела на сайте у них. Я увидела дом на Труссарде под 83 номером. Я даже не помню уже, как у неё коробка оригинальная выглядела. Но я думаю, что так же, потому что, если здесь это всё похоже, да, если бомшел, так же сделана, наверное, вот такая серая коробочка и у оригинальной Донны. Девочки, но у меня есть с чем сравнить. Я думаю, оставить или нет. А что я тогда разыгрывать-то собралась, если всё такое нужное и важное, понимаете? Но Донны у меня только 30 миллилитров. Донна, я, наверное, сниму моё парфюмерное. Я обновлённую версию. Она туда в любом случае войдёт. Я про неё подзабыла. Стоит она такая, знаете, себе в конце где-то полки, моя прелестная Донна Труссарде. Но это прекрасно. Это женственно, это притягательно, это даже где-то сексуально. По всей видимости, я люблю сливочный потон в парфюмерии. Я люблю белоцветочность, мягкую, кремовую, сливочную, с фруктовыми, да, какими-то включениями. Здесь аромат также мягкий, сливочный, древесный. Но здесь есть цитрусы. То есть просто сливочности мне так не надо, мне неинтересно. Должна быть изюминка, должна быть перчинка, остринка, цитрусинка. И вот здесь всё это есть чуть-чуть. Это и освежает, и да, это считывается какая-то вот там цитрусовость. Боже мой, у меня уже тут что-то прям аж каким-то налётом покрылся. Аромат очень давно я им, девочки, не пользовалась. Это очень похоже. Я вот так параллельно не тестировала, но когда я распылила с вот этого аромата, это прям он. Но если я считаю Дону Труссарди классическую версию своим парфюмерным я всё-таки, да, то я думаю, что понятно, когда я распыляю инфес, я понимаю, что это оно. Смотрите, какое распыление. Очень мелкодисперсное, такое красивое. Здесь красивое дерево. Здесь сладкое, что-то чуть-чуть сладенькое, сливочное, мягенькое, цитрусовое. О, боже мой. Он же выпущен был, когда? Очень давно. Но насколько он классный. Вообще любое свидание, чтобы просто, знаете, вы идёте охмурять всех. Это он, это потрясающе. Я тоже ещё подумаю. Прям я не знаю, может быть, я его оставлю. Очень красивый аромат. Очень. Девочки, имейте в виду. Ссылку на сайт я оставлю. Так что... А сегодня я ничего не наносила, да? Пока голову помыла, там уходик поделала, то всё, я ничего не наносила. Давайте я нанесу, нанесу. Ну, это буквально третий пшик. Я раз пшикнула, при вас пшикнула. Вот ещё тут, с вашего позволения. Вдруг я разыграть решу. Ну, это так прям... Это так, по-моему. Это великолепно. Просто великолепно. Так что, мои дорогие, у меня, посмотрите, сколько новиночек... О! Не падать! Появилось. Снова от бренда Infes. Посмотрите. Ну, класс. Ну, просто класс. Обожаю. Просто обожаю. Мне нравится всё. Мне нравится звучание. Мне нравится стойкость. Довольно люксовое звучание. Не уходит куда-то в арабы, в масла такие, ну, откровенные, да? Здесь такое просто люксовое, европейское, хорошее звучание. И, в принципе, меня устраивает цена, и меня устраивает миллилитраж, да? То есть, 25 миллилитров. Хотя я в последнее время все арабы это сотки, я это всё беру, но я понимаю... Но я стараюсь даже где-то отлить половину, 40 миллилитров, да? То есть, ну, там просто не продаётся меньше. Но я понимаю, что с моим количеством ароматов мне столько просто не нужно, что вот это просто вот оптимальный вариант вот такие вот флакончики. Классная цена, качество, просто всё на высоте. Даже я бы сказала, что можно было бы и выше поставить, но как можно? Я против, я против. Иначе мы, может быть, стали бы меньше покупать. Да, сейчас просто самое оно. Всё, мои дорогие, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok